МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители сразу нескольких районов Кубани ночью наблюдали необъяснимое и невероятное. Здравствуйте, это факты происшествия. Прямо сейчас о том, какие криминальные и чрезвычайные события произошли в крае. В Краснодаре в результате спецоперации оперативников Краевого управления ФСБ задержан криминальный авторитет и организатор преступной группировки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В воровом законе являетесь? Воровская кличка? Нету в политике, Жора просто. Жора? Жора Билинский, кто это? Я. По версии следствия, задержанный вор в законе организовал банду, которая вымогала 1 миллион рублей у жителя Краснодара. Выйти на него помогли ранее пойманные подельники. Предполагаемые преступники угрожали мужчине расправой, если он откажется платить деньги. Запуганной жертве ничего не оставалось, как пойти на сделку с вымогателями. Подготовив необходимую сумму, он договорился о встрече с ними в одном из кафе, но сообщил об этом в правоохранительные органы. Всех членов ОПГ, включая организаторы, задержали. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, скрывшейся от следствия криминальный авторитет, был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю на территории города Краснодара. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». По ходатайству следствия суд избрал криминальному авторитету меру пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие пару месяцев он проведет в изоляторе временного содержания. Но вор в законе рискует задержаться за решеткой надолго. За вымогательство организованная группа лиц по предварительному сговору ему грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в полмиллиона рублей. Следственный комитет Краснодара возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием полицейской машины. Авария, напомню, произошла 29 августа на улице Северной. После проведения ряда экспертиз следствие пришло к выводу, что виновником аварии является сотрудник городской патрульно-постовой службы, который находился за рулем УАЗика. Поворачивая с магистрали налево на улицу передовую, полицейский не пропустил мотоциклиста. В патрульной машине в этот момент горел красный сигнал светофора. Байкер погиб на месте, а пассажир позже скончался в больнице. Водителю был 21 год, пассажиру 29. После ДТП в краевом управлении МВД провели служебную проверку и предполагаемого виновника уволили из органов. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы. Кубанских автоинспекторов оснастили антикоррупционными радарами. На дорогах Кубани снова появились дорожные стражи с ручными средствами видеофиксации. Водители еще их называют фенами. Прошлым летом от этих устройств отказались. По всей стране было много нареканий со стороны автовладельцев. Однако в этом году приборы вернули, но их модернизировали, чтобы исключить злоупотребление. Изменить или удалить информацию с радара невозможно. Все манипуляции инспектора фиксируются. Кроме того, обновленное устройство теперь следит не только за скоростью. В настоящее время на территории Краснодарского края подразделениями ГИБДД возоблена работа с мобильными средствами видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Будут выявляться нарушения такие, как выезд на полосу встречного движения, скоростной режим и проезд на запрещающий сигнал светофора. Ручной радар теперь включается сам, как только заметят на дороге нарушителя. Возвращение этих устройств ГИБДД считают необходимой мерой. Каждая третья авария в стране происходит из-за превышения скорости. На Кубани в этом году по вине лихачей, предпочитающих быструю езду, произошло свыше 500 ДТП. В них погибло более 120 человек и около 700 пострадало. Поэтому автоинспекторы напоминают, соблюдать скоростной режим на дорогах очень важно. Это поможет сохранить вашу жизнь и других участников движения. Продолжим выпуск обзором аварий с улиц Краснодара. Валерия Шурко подготовила сюжет. Попал в так называемую слепую зону. На кольце 40 лет победы и российской владельцу отечественного седана не понравилась медленная езда водителя бетономешалки. И он решил наказать нерасторопного шофера. Лихач ускорился, а потом резко дал по тормозам, за что и поплатился. Остановить многотонный грузовик сразу не удалось. И он подмял под себя семерку. А вот причиной этой аварии стала банальная невнимательность. На улице Северная водитель иномарки явно отвлекся. А когда понял, что едет по встречной полосе, было уже поздно. Опасный маневр привел к столкновению. В этом происшествии пострадали только автомобили. Несоблюдение дистанции стало причиной сразу двух аварий в краевой столице. А так на кольце 40 лет победы и российская водитель фургона в спешке не заметил стоящей у стоплений внедорожник. Удар был не сильным. Участники ДТП делались легким успугом. Спустя час аналогичная авария произошла уже на Московской. Мужчина за рулем иномарки не рассчитал габаритов своего минивена и протаранил отечественный ВАЗ. На этот раз бессловесной перепалки не обошлось. Лихачество и грубое нарушение правил стало причиной ДТП на красных партизан. Владелец ВАЗа проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток. Среагировать не успел водитель такси и на большой скорости врезался в десятку. Что толкнуло мужчину на столь опасный маневр, сейчас выясняют автоинспекторы. Спешка, которая едва не закончилась трагедией. На второй линии владелец отечественной четверки при повороте налево не заметил встречный автомобиль и выехал на перекресток. Шансов избежать столкновения у второго водителя не было. И он на полном ходу протаранил ВАЗ. Удар перешелся в пассажирскую дверь. К счастью, в этот момент сидение было пустым. Разрушитель преград. Сочинский таксист, который очень не любит платить за парковку, ответит за это вдвойне. Камеры видеофиксации неоднократно ловили водителя отечественной «семерки» на том, как он штурмует шлагбаумы, пытаясь сэкономить на платной парковке. Легковушка со скрежетом проезжала под подъемной перекладиной. По данным судебных приставов, было зафиксировано 22 таких случая. По каждому водителю выписали штраф. Общая сумма составила 110 тысяч рублей. Но мужчина упорно отказывался оплачивать долг. Тогда, по решению суда, приставы арестовали машину. В ближайшее время ее продадут с молотка, чтобы погасить штрафы. Однако это еще не все наказание. За то, что нарушитель отказался выплачивать долг, на него составили еще 16 протоколов, согласно которым штраф удваивается. Путем несложных математических подсчетов складывается сумма еще в 160 тысяч рублей. А учитывая рыночную стоимость машины, ее продажа может не покрыть долг нарушителя. Крупную партию наркотиков автоинспекторы не пустили на территорию Сочи. Сотрудники ДПС остановили на посту легковушку. Водителя попросили предъявить документы. Полицейские еще не знали, что в салоне он прячет запрещенный груз. Мужчина стал нервничать, чем вызвал подозрения автоинспекторов. Стражи дорожного порядка решили обыскать машину. В подлокотнике между передними сиденьями они нашли 6 пакетов метанфетамина. А в багажнике под запасным колесом водитель прятал внушительную партию марихуаны. Всего он перевозил почти 3,5 килограмма наркотика. За покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ в крупном размере в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. В настоящее время он заключен под стражу и находится в изоляторе временного содержания. Молодой человек признался, что работу наркокурьера он нашел в интернете и собирался продать запрещенный товар на территории курорта. Теперь жителю Свердловской области грозит до 20 лет тюрьмы. Кубань готовится к важному политическому событию. В это воскресенье состоятся выборы в законодательное собрание края. 7 тысяч полицейских в единый день голосования будут следить за порядком на избирательных участках. Безопасность будут обеспечивать также бойцы Росгвардии, сотрудники ГИБДД, сообщили в Краевом управлении МВД. Уже завтра с утра окинологи с собаками обследуют каждый участок, после чего силовики заступят на круглосуточное дежурство. Помощь стражам порядка также окажут курсанты Краснодарского университета МВД, казаки и народные дружинники. Специально для безопасности избирателей будет работать горячая линия. Ее номер сейчас указан на экране. По телефону можно сообщить о нарушении прав. В Краснодаре за добросовестное несение службы наградили бойцов Росгвардии. Перед ними стоят такие задачи, как задержание вооруженных бандитов, освобождение заложников и подавление массовых беспорядков. ОМОН и СОБР оказывают силовую поддержку полицейским. Например, бойцы этих спецотрядов участвовали в задержании краснодарских стрелков. Вооруженные злоумышленники скрывали столицы края несколько дней. В рядах СОБРа служат только офицеры. Они являются живым щитом между населением и террористами или членами других бандформирований. Их лица всегда скрыты под масками. Показывать их в телевизионном эфире небезопасно для них самих. Основная же задача ОМОНа – охрана общественного порядка. Они пресекают массовые столкновения, например, футбольных болельщиков и другие групповые хулиганские действия. Поэтому их служба была неоценима во время проведения Кубка Конфедерации в Сочи. Оба этих подразделения выполняют опасную работу. За отличие в службе проявлены доблесть и заслуги в укреплении правопорядка во время Мундиаля. Семеро бойцов Росгвардии из рук начальника территориального органа Сергея Власенко получили награды. Им присвоили специальные звания и вручили ведомственные награды. И напоследок, необъяснимая рядом над Черным морем, очевидцы запечатлели неопознанный летающий объект. Свидетели таинственного явления, которые не спали минувшей ночью, в социальных сетях опубликовали фото и видео, на которых заметны четыре яркие светящиеся точки, сгруппировавшиеся рядом друг с другом. На кадрах видно, как НЛО медленно передвигается над землей, будто давая возможность очевидцам себя пристально рассмотреть. Неопознанный объект очевидцы видели в районе Анапы и Керченского моста. Свидетели говорят, что точки зависли над морем на несколько часов. Они то сближались, то отдалялись друг от друга. Меж тем скептики сомневаются в том, что на видео запечатлен именно визит инопланетных обитателей. Но среди тех, кто уже посмотрел видео в интернете, есть и те, кто действительно поверил в пришельцев. А у меня на этом все. Далее смотрите «Факты». Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Увидимся.